Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня отправился с предвыборной поездкой в Станкт-Петербург. Он посетил предприятие с многолетней историей и старейший в мире спортивный вуз. Михаил Акинченко также побывал и там, и там. Мартеновский цех Кировского завода один из старейших в стране. И сегодня по-прежнему из крупнейших. Геннадию Зюганову рассказали, что только в этом году здесь уже выплавили четверть миллиона тонн металла. Значительная часть продукции идет на экспорт. Впрочем, лидер коммунистов больше интересовался другими экономическими показателями. В соседнем цеху уже не так жарко. Здесь недавно освоили переделку старых, еще советских станков. После установки электроники их можно использовать на любом современном производстве. Например, при изготовлении комплектующих вот к таким тракторам. Одна лишь проблема, пожаловались на предприятии. Не хватает квалифицированных рабочих рук. Для того, чтобы возродить этот производство, они собирали специалистов. Из Саратова, из Щелябинска, из Минска приехали. У нас много талантливых людей. Если хотите, чтобы у вас работала промышленность, возрождайте и ПТУ. О проблемах образования Геннадий Зюганов говорил и на встрече со студентами и преподавателями физкультурного университета. Петербургский университет имени Лесгов – это старейшее в мире учебное заведение подобного профиля. Еще в конце 19 века здесь стали давать спортивное образование. Прежде так основательно к физической культуре еще никто не относился. Больше 160 золотых олимпийских медалей, около 700 первых мест завоевали выпускники университета на чемпионатах мира и Европы. Сегодня здесь учатся почти 6000 человек. Геннадий Зюганов считает, что сегодня в школе спорта уделяют недостаточно внимания. Он вспомнил, как и сам в начале трудовой карьеры работал физруком и покритиковал нынешние реформы. Что сегодня держит? Единый русский язык, на который Фурсенко выкинул из обязательных предметов. Единое патриотическое чувство служить своей державе выбросили историю и общество ведения. Если этого не будет, то это означает, мы распадаемся, нам нечем удержать. Другая важнейшая проблема, со слов лидера коммунистов, демографическая. 140 миллионов человек слишком мало для такой большой страны. Необходимо увеличивать рождаемость. Молодой папа с мамой обязаны иметь минимум трех детей. Это означает, вот этот обаятельный молодой человек должен будет так работать, так бегать, прыгать, чтобы прокормить еще жену, троих детей и четырех своих ближайших родителей. Он должен один работать минимум за восьмерых. Чтобы выдержать такие нагрузки, по словам Дюганова, государство должно обеспечить всех работающих бесплатным образованием, качественным медицинским обслуживанием и доступным жильем. Программные тезисы партии раздали после встречи всем студентам и призвали их обязательно приходить на выборы. Михаил Акинченко, Владислав Пасечко, Сергей Шилов, Первый канал, Санкт-Петербург.